Редактор субтитров А.Семкин Чтобы стать обладателем уникального кабриолета, израильтянину Беньямину Киперу понадобились сущие пустяки. Двигатели фары от старенького фольксвагена «Жук», старая, но еще не лысая резина и пара кубометров дров. Словно «Жук» караэт выседает господин Кипер за рулем своего автомобиля, пылящего по бескрайним просторам земли обетованной, демонстрируя несомненное, по мнению изобретателя, преимущество своего детища, материал, из которого сделан кабриолет. Ведь, не дай бог, конечно, но при аварии или поломке достаточно выйти из машины и срубить подходящее для ремонта крыла или коленвала дерево. Глядя на это чудо, ни то машиностроение, ни то мебельного производства возникает вполне резонный вопрос – какое же топливо употребляет эта техника? Хотя, по логике вещей, это должен быть довесный спирт, в бак этого авто залит высокооктановый бензин. Но есть у детища Бениамина и весьма существенный недостаток. Водителю то и дело приходится частенько вытаскивать занозы, которые нет-нет, да и впиваются в пикантные части тела израильтянина. Возможно, именно поэтому изобретатель не рискует брать на борт пассажиров, предпочитая живым попутчикам деревянных истуканов, раскатываясь с ними, словно папа Карло, с компанией серьезно подросшего и позрослевшего Буратино. Было у Иштара Гафни в кармане 37 шекелей, примерно 290 рублей. И выжелал он себе двухколесного друга. Но что купишь на такую малую сумму? Думал он, думал и купил на все деньги картона. Заперся в гараже и через 6 дней... Миру предстал велосипед. Звучит странно, но обо всем по порядку. Родные говорили, ты сумасшедший, Иштар, но мы в тебя верим. Вначале инженер-механик сотворил из картона раму. Он резал, гнул, красил, даже вымачивал детали. И все-таки сделал. Рама такая, прочная, что без труда держит вес двух взрослых мужчин. Затем изобретатель приделал картонный руль. Выпилил такие же колеса, добавил немного водонепроницаемой смолы, чтобы не расклеиться на ходу. Приладил тормоза, навесил цепь, все как положено, из металла. И получился не велосипед, а сплошной оригами с приставкой «Эко». Велосипед картонный, экологический. Почему? Ответ прост, как и само изобретение. Иштар хочет, чтобы его конструкцию можно было в дальнейшем вторично переработать. Вдобавок он несет каждому приемлемую по карману радость. От поездок на велосипеде. Счастье, доступное всем, даже тем, кто и в глаза не видел, это техническое чудо. Идея, конечно, не нова, как признается сам Самоделкин. На создание картонного велика его сподвиг другой любитель картона, который, в свою очередь, склеил каноэ. Удивительно, но в очередной раз человек доказал, для того, чтобы сотворить чудо, нужно просто этого сильно захотеть. Александр Северов, РАЗ-ТВ. Тюрьма города Лот больше, чем ее аналоги во многих других городах и странах. Она способна вместить свыше ста заключенных. Здесь, в Израиле, она на хорошем счету. Сюда едут со всей страны. Ее камеры никогда не пустеют. Закон говорит просто. Собака, которая укусила человека, должна быть закрыта на 10 дней. Если бы местные заключенные могли бы говорить, они многое бы рассказали о своей жизни в стране, где закон равен для всех. Вот, например, преступление этого бедолаги в том, что ему не посчастливилось родиться с тафашистским терьером. Совсем недавно такая же собака бросилась на ребенка. Пока законодатели думают о запрете бойцовских пород, предусмотрительные хозяева поторопились засадить невиновного пса за решетку. Здесь все как положено. Режимы свидания с родственниками. Эти пришли в блок, где содержатся рецидивисты. Передачи и совместные прогулки в пределах зоны не возбраняются. Сегодня повезло заключенному по кличке Бонни. У Бонни уже вторая ходка. Состав преступления один и тот же. От избытка чувств, что называется в состоянии аффекта, царапнул соседского мальчишку. Причем уже во второй раз закон суров и рецидивы не прощает. Если собака покусала два и более раз, опять-таки есть закон, что разрешает городскому врачу обратиться к судье. Сейчас, когда решение за судьей, семья преступника рассчитывает только на то, что Бонни скостят срок, как малолетки. Этим же узникам улодских застенков рассчитывать не на что. По совокупности содеянного они уже приговорены к пожизненному заключению и ожидают только этапа. Здесь просто не возвращать большими буквами. Собака хозяевам не вернется. Вперед всего ее передадут в силу безопасности. Может быть, армия, может быть, полиция, любая другая служба. Помимо закоренелых преступников, за этими стенами находятся и те, кого взяли за бродяжничество. Все бродяги города Лот собраны здесь. После соответствующей проверки они имеют шанс быть отданными в щине-будь заботливые руки. Люди не ищут в большинстве своем породистую собаку. Именно вот посмотрите по улицам. Модно. Модно идти с собакой, которая... Ну, такой, как бы сдох, скажем так. Вряд ли найдется где-нибудь тюрьма, где в отношениях между заключенными и надзирателями было бы столько тепла и заботы. Хотя неволя она и есть неволя. Особенно если каждый день видишь, как кошки, которых с утра привезли в клетках, к вечеру уже почему-то разгуливают на свободе. Свободные от работы над очередным беспилотным самолетом-разведчиком молодые инженеры концерна Таасия Аверит создали робота, который способен существенно облегчить жизнь многим домохозяйкам, а именно самостоятельно уничтожать тараканов и прочих вредных насекомых. По внешнему виду этот электронный благодетель и защитник слабонервных и брезгливых дамочек напоминает радиоуправляемую машинку, на крыше которой установлен локатор и оружие. Специальный локатор позволяет такому терминатору обнаружить паразита, настичь его и палить специальным ядом. После чего робот убирает за собой место ликвидации, затягивая в специальный сборник бездыханное тельце насекомого или то, что от него осталось после экзекуции. Стоит отметить, что создан этот тараканий монстр из самых разнообразных производственных отходов. Хочется верить, что на столах наших телезрителей большее разнообразие, нежели участников конкурса по скоростному поеданию пиццы. Семерым финалистам предстоит за 10 минут съесть максимальное количество холодной пиццы. Надо признаться, что лично я никогда не видел, чтобы люди ели такое вкусное блюдо с таким отвращением на лицах. Посмотрите внимательно на эти страдальческие и одновременно отрешенные лица. Эти спортсмены буквально через силу запихивают в себя куски пиццы. Но чтобы это было хоть немного удобнее, они размачивают ее в простой водопроводной воде. Но, как говорится, если долго мучатся, что-нибудь получится. За установленное время победителю удалось съесть целых 2 метра пиццы. Интересно, а сколько это будет в килограммах? И, похоже, она ненадолго задержится в его желудке. Вы смотрите разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. И сейчас коротко о забавном, значительном и неординарном. Совсем не дамское хобби у матери четырех детей. 49-летний Мирид Ливав из Израиля. Из использованных велосипедных цепей, педалей, шестеренок женщина создала уже предостаточно железных собачьих, чтобы заполнить ими не одну конуру. Первый же весенний урожай в Израиле ознаменовался рекордом. Самый длинный огурец в мире выращен в городе Питахтиква. Размер огурца 1 метр 18 сантиметров. В жару жители Тель-Авива могут охладиться на площади Рабина. С недавних пор там прописался огромный 6-метровый вентилятор из бетона и металла. Двигатель, работающий от энергии солнца, включается каждые полчаса. Но этот забавный предмет обихода возведен здесь не ради чисто утилитарной цели. Это объект современного искусства. Глобальная интернетизация не оставила никаких шансов даже животным. Посетители исторического парка Кфар-Кедем на севере Израиля могут прямо во время путешествия по достопримечательностям выходить во всемирную сеть и хвастаться в социальных сетях о своих приключениях в режиме реального времени. Прогулочные ослики оборудованы ошейниками с бесплатным Wi-Fi подключением. Впечатляющий видеоклип создан фотографом Эраном и Миром. Для того, чтобы его снять, он предварительно напечатал 1500 черно-белых фотографий и отправился в путешествие по Израилю. Прохожих, которых встречал на улице, он просил подержать по три фотографии и фотографировал их самих. Таким образом, автор запечатлел 500 человек в разных уголках Израиля. И в его оригинальном ролике можно увидеть фильм внутри фильма. Пока лица людей меняются, черно-белые снимки в их руках формируют непрерывный сюжет. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что разные новости будут в эфире, покуда хоть одному человеку интересно жить на белом свете. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok